Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Здравствуйте, уважаемые рыбы. Вы на канале Картология и я, Людмила, сегодня предлагаю вам годовой расклад на 2021 год. Итак, давайте посмотрим, что ожидает вас, уважаемые рыбы, в следующем году, в 2021 году. Январь – карта смерть, Тираль – жрица, Март – правосудие, Апрель – иерафант, Май – карта сила, Июнь – карта солнца, Июль – мир, Август – колесница, Сентябрь – повешенный, Октябрь – колесо фортуны, Ноябрь – карта жрица и Декабрь – карта отшельник. Это были карты старшего архана. Я сейчас по три карты буду выкладывать на каждый месяц и сразу читать расклад. Январь – карта смерть и дальше пошли четверочка мечей, восьмерка пентаклей и четверка посохов. Значит, ребята, месяц и год у вас начинаются с конкретных перемен. Что-то будет происходить очень быстро, хотя, в принципе, там праздники, да, и у вас будет время для себя. Вот там вроде как, ну, праздники, беготня, да. Ну, нет, у вас есть время для себя, и так складывается ситуация, что вам действительно нужно уделить себе внимание, как-то там, может быть, подлечиться, может быть, что-то там как-то помедитировать. Ну, в общем, время залезать раны, заживить свои раны после тяжелого периода. То есть, двадцатый год, конец года, там, наверное, складывалось для вас очень тяжело. Дальше, середина января, опять же, праздники праздниками, но работу никто не отменял, и она у вас есть, она у вас стабильная и стабильная, как он понимает, стабильная, приносящая, удовлетворяющая вас доход. Вот. И конец месяца января для вас, рыбы, есть какой-то, какой-то, какой-то вариант отдохнуть за городом. То есть, это поездка, короткая поездка за город, или, может быть, короткая поездка на дачу, или там в соседнюю, значит, деревню, город. Но это недалекая, недальняя поездка, это близкая, и она, в общем-то, очень-очень благоприятная для вас. Там у вас спокойствие, благополучие, и вас все, в принципе, там устраивает. Февраль, жрица, это недействующий месяц, это неактивный месяц, троечка посохов, троечка мечей и король пентаглей. Значит, месяц, февраль, как я сказала, уход в себя, и начинается с того, что ваши мечты будут разбиты. То есть, тройку мечей я перекрыла, шестерка мечей, говорит о том, что то, что вы себе планировали, какое-то изменение в плане, может быть, переезда, или что-то вы там хотели сделать в феврале, оно у вас не получается, не в феврале, может быть, позже, но не сейчас. Это, и об этом же говорит жрица, то есть, это карта затишья. Вот, дальше троечка посохов, опять же, там хоть у вас мечты ваши неисполнимы в начале февраля, в середине февраля появляются какие-то новые возможности, возможности двигаться вперед и изменить прошлое, то есть, изменить то, что у вас было, уже оставить позади и начать что-то, какие-то новые дела, какое-то новое дело. Ну и конец февраля для вас благоприятен, вы король финансов положения, то есть, у вас финансовое стабильное положение в конце февраля, и, в принципе, вас это, вы очень довольны, вас это радует. Марк правосудие, четверка Пентакли, Паш мечей и двойка Кубка. Значит, здесь в марте, в общем-то, правосудие, карта бумажная и, возможно, даже какие-то там органы, значит, какие-то суды, но в любом случае совет такой, проверьте свои бумаги, там, налоги, проверьте счета свои, там, в общем-то, чтобы не было потом никаких недоразумений, это как совет, но, тем не менее, начало марта для вас финансовое очень благополучное, вы уверены в своих доходах, в своих сбережениях, они у вас есть, и, в принципе, это вас радует и успокаивает, то есть, вы довольны. К середине марта, тут начинается движение, вам нужно будет действовать, и действовать в тех вопросах, в которых вы неопытны, в которых у вас нет навыков, и, а действовать надо будет, поэтому, опять же, совет, действуйте аккуратно и, может быть, где-то осторожно, и где-то, может быть, спросите у кого-то, как, если вы не знаете, как, то, может быть, кто-то вам подскажет. И конец марта, здесь очень благоприятная двойка кубков, это обоюдные духовные, душевные такие влечения, то есть, если это одинокие люди, то у вас есть шанс встретить свою пару, в которой вы не будете разочарованы, и вы будете симпатичны, вот. Или же, если уже состоявшиеся люди, то здесь могут быть какие-то, знаете, какие-то налаженные контакты или контракты, которые можно доверять, потому что обе стороны, и вы, и та сторона, будете заинтересованы друг в друге, и доверительные, честные отношения. Дальше, апрель, карта Иерафант, дама посохов, дама пентакли и семерочка мечей. Изменение статуса. Ребята, здесь либо, ну, я не знаю, может быть, где-то там кто-то замуж, женится, свадьба, или же какое-то повышение по службе, или же повышение каких-то своих дел, в кругу которых, в общем-то, тут у вас присутствуют серьезные такие активные женщины, опытные, знающие свое дело, и здесь, значит, и финансовое положение благополучное, и, в общем-то, и, знаете, духовное такое вот расположение прекрасное. А вот конец апреля, тут вам придется изворачиваться, хитрить, может быть, обманывать, но искать какие-то нестандартные пути выхода из щекотливых каких-то ситуаций. Как бы чего тут вот с этими дамами у вас тут не произошло, где вы потом захотите, как говорится, увильнуть в сторону. Дальше май, карта Сила, двоечка пентакли, шестерка посохов, и восьмерка посохов. В мае вам понадобится много сил. Много сил, я не знаю, может быть, для того, чтобы в начале мая удержать все-таки свой капитал, потому что есть вероятность утечка его. Вот, там денежка есть, но вы как-то вот неразумно к этому подходите. Поэтому, в общем-то, ну вот как-то нужно сосредоточиться, и чтобы не были неразумные траты или потери. А вот середина мая вы свершите какой-то, ну, подвиг, образно говоря. Да, вы, то есть вас будут чествовать и хвалить, вы будете, говорится, на языке у всех, вам будут аплодировать стоя. То есть вы на высоте что-то, вы там как-то там прославитесь. У вас будет момент славы и величия. А конец мая, там что-то такое произойдет, о чем, в общем-то, вы не будете даже предполагать, что-то очень думать и не гадать. Здесь даже я не могу вам ничего подсказать, потому что это настолько неожиданно для вас, что никто предположить не может, что-то резкое случится. Возможно, оно и хорошее, потому что следом идет июнь, начало месяца, четверка кубков, десятка мечей и девятка пентаклей. Вроде как ясный месяц, да, вроде как все понятно и раскрыто, но тем не менее, и настолько будет ясно все понятно и раскрыто протекать для вас, что вы можете что-то упустить главное в начале июня. Все равно, все равно, вот, обращайте внимание на любые, как говорится, мелочи вокруг вас, сомневайтесь во всем и, ну, не пропустите, там какой-то будет шанс интересный, который вам судьба преподнесет. Очень неприятная ситуация у вас сложится в середине июня, какой-то момент, который вас полностью выбьет из колеи, то есть вы будете расстроены и в депрессии, и, ну, в общем, как-то там очень печально, как в середине июня. А вот уже в конце июня у вас все налаживается, если, я не думаю, что это что-то связано с финансами в середине июня, потому что в конце июня ваши финансы, в общем-то, в стабильном положении, они никуда не деваются, и вас это вполне устраивает. Вы этим довольствуетесь и, ну, и проводите прекрасно, хорошее, хорошо время. Дальше в тишине и в спокойствии. Июль, карта мир, умиротворение. И начало июля троечка кубков, семерка кубков и шестерка пентаклей. Начало июля тоже очень благоприятно для вас. Это, знаете, тихие, спокойные дни, вечера, такие вот посиделочки на кухне со своими родными или с какими-то приятными соседями или с какими-то друзьями. Ну, в общем, благоприятное такое время, умиротворенное, спокойное. Это хорошо. А к середине июля в чем-то вы будете разочарованы, в чем-то расстроены. Какие-то были надежды, которые вы, наконец, поймете, что это были мыльные пузыри, на которые не надо было сильно-сильно рассчитывать. Вот, вот будет разочарование в середине июля. В конце июля, опять же, финансы, вот финансы вокруг вас крутятся, в общем-то, уже с самого января, тут каждый месяц. Очень хорошо. И здесь у вас что, июль, в конце июля даже сможете кому-то что-то помочь. Вот кто-то к вам обратится, и вы будете даже, ну, даже рады, наверное, помочь. Август, Колесница, Рыцарь Кубков, Король Мечей и Паш Посохов. Опять же, здесь поездочки, какие-то поездочки, какие-то встречи. Вот в начале августа вам предстоит встретиться с человеком, ну, с которым будет приятно провести время. Это может быть как сексуальное влечение там вечера, а может быть просто и дружеские какие-то вот беседы. Приятно там посидеть, попить кофеечек с чайком, отвезти душу. Ну, это ненадолго, это короткие такие вот посиделки, встречи. И на этого, если это знакомство какое-то, то не рассматривайте этого человека как серьезную пару. То есть это легкомысленные вот такие вот отношения. Середина августа для вас выдастся очень такое стратегическое. Вам надо будет действовать, но вам надо будет очень тщательно продумывать все свои дела. Это не то, что вот сказали, позвонили, ты рванул с места и побежал. Нет, здесь надо будет все просчитать. Опять же, тактика и действие. Вот и просчитать и действовать наверняка. Ну и в конце августа, если в начале августа было знакомство с каким-то молодым человеком несерьезным, то здесь, в общем-то, знакомство тоже с каким-то молодым человеком или девушкой, но здесь это порядочный человек, наивный, можно сказать, юный. И может быть, даже это внуки привезут вам, внуков посидеть. Можно рассматривать даже так. Сентябрь у вас идут потери. Потери и кошмары, и разочарования. Смотрите, прям в начале сентября что-то у вас, что-то вы действительно как-то потеряете. Это не то, что потеряете финансово. Нет, это потеряете что-то, как вроде надежды какие-то, какие-то расстройства. Ну, в общем, что-то произойдет, что вас будет кошмарить по ночам, плохо будете спать. И это перетечет в середину сентября в действие. То есть, если в начале вы просто не знаете, будете не знать, что вам делать, как поступать, то в середине уже сентября некогда сомневаться, надо действовать. Вот надо будет собраться силами, собраться мыслями и вперед и действовать. То есть, сидеть и раздумывать некогда и горевать. Но, тем не менее, действовать, действовать. А к концу вы, кстати, начнете действовать, но вы будете знать, что оно получится не так, что это будет поражение, что вы победителем из этого дела не выйдете. То есть, ребята, сентябрь у вас выдается, ну, вот какой-то такой вот... Лучше, наверное, все-таки как-то отстраниться и осторожно отнестись ко всем делам, чтобы вот как-то изменить вот эти вот неприятные моменты в сентябре, которые я тут рассказала. Октябрь, колесо фортуны. Вот оно меняется уже в октябре. Хотя все еще вы услышите какую-то неприятную новость издалека. И, или же поездка будет, состоится поездка, которая, опять же, для вас не очень удачная будет. Возвращаетесь вы с огорченным, удрюченым настроением. Действия на помощь к вам приходит женщина. Женщина опытная. Она такая... Она опытная в каком плане? Она не то, что опытная, она решительная. То есть вот надо действовать и будет на вас давить в том плане, что... Что давай, давай... Вперед! Ну, вот это вот давай вперед, ребята, я не знаю, связано ли это с этим, или же вот еще тянется с сентября. Но, опять же, вот огорчение и неприятности в конце октября. То есть вот этот какой-то сентябрь момент, он должен был бы перемениться, измениться, но он дальше продолжает расстраивать вас. Ну-ка, ноябрь. Императрица, пятерка Пентакли, рыцарь мечей и ипаж Пентакли. Ну, здесь, наконец-то, что-то проясняется. Смотрите, конечно же, все равно в начале ноября идут денежные теперь потери. И причем вот эти вот потери, это, может быть, как от какой-то ненужной вещи приобретенной, или же нет, ненужной вещи приобретенной, а что-то выйдет из строя у вас, либо машина, либо там еще что-то, холодильник помается и вам. То есть будут незапланированные траты, и ваш финансовый бюджет немножечко, как говорится, треснет. Вот к середине ноября у вас просто не будет хватать времени на все, вы будете торопиться хаосно, хаотичное такое время, период. Вам надо будет спешить, вам надо будет быть сразу в двух местах. То есть, ну вот как бы смотрите, чтобы не... Ну, торопитесь, конечно, и раз надо, значит надо, но осторожно и продумывайте. А вот в конце ноября уже есть возможность тормознуться, остановиться, осмотреться. Можно будет даже заложить какое-то новое дело, вложение сделать, которое в дальнейшем может привести вам доход. Вот это может быть как вложение в какие-то бумаги, так и вложение в себя. То есть можно взять какие-то, может возьмете какие-то курсы, какие-то лекции, что-то подучить, и потом в дальнейшем оно вам пригодится. И вот заканчивается отшельник, рыцарь, пентакли, тройка пентаклей и паш кубков. Ну и что? Год заканчивается, в общем-то, финансово благополучно. В каком плане? Смотрите, начало месяца, начало декабря. Если здесь вы закладываете только, да, вот в конце ноября что-то, где может быть, какие-то вложения делаете, то начало декабря подтверждает, что да, это хорошо, это хорошие вложения, потому что всходы вы уже сможете увидеть даже в начале декабря. В середине декабря у вас вообще предстоит какая-то работа, возможно, это подработка, возможно, это новая работа, контрактная, которая, ну, вам может привести, которая будет приносить вам доход. То есть это работа в коллективе, с командой, и, по идее, она должна быть долгосрочной. То есть это не какая-то там шабашная работа на один день. Ну и месяц, декабрь заканчивается. Опять же, либо это ребенок возле вас привезут вам в гости, либо вам просто надо будет успокоиться, и такой момент, знаете, вот есть такое понятие «пустить время на самотек». Вот пусть оно себе идет, как идет, плавно, течет, куда оно себе течет. Вот такое вот у вас будет расположение духа. Конец декабря, конец года. Ну что ж, вот такой вот беглый событийный расклад я сделала для вас, уважаемые рыбы, на 21 год. И кто забежал впервые, оставайтесь со мной, следите за моими выпусками. Я буду давать дальше более детально на каждый месяц делать расклады. С вами была Людмила, канал Тартология. И я желаю вам пирочек, конечно же, здоровья и благополучия. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok